В наших головах уже как-то отложилось, что в Европе, ну и вообще в западном мире, есть примат частной собственности, частных интересов над общественными. Но на самом деле те, кто бывают в Европе и смотрят, как устроена жизнь общества там, они понимают, что далеко не так. Во всяком случае, далеко не всегда так. И очень часто бывает так, что общественный интерес ставится во главу угла. Он важнее, чем интерес какой-то отдельной частной особы. Об этом мы сегодня и будем говорить в программе «Можли вовсе». С вами Александр Ренковский. Продолжение через несколько секунд. Итак, сегодня в программе «Можли вовсе» мы будем говорить о социальном предпринимательстве, о социальных предприятиях, о том виде бизнеса, где главное – это не заработать какому-то одному человеку много денег, чтобы он при этом ничего больше не делал. Ну, во всяком случае, есть такие мечты. А для того, чтобы обеспечить всех уровнем, приличным уровнем жизни, всех, кто работает и хочет зарабатывать. Об этом мы будем говорить с нашей гостью в студии Юлией Жерлицыной. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Юлия – директор молодежной общественной организации «Вулок и Дэй». Да. Скажите мне, пожалуйста, вот вы занимаетесь этим нечастным, да, социальным предпринимательством. Как долго? Пять лет уже, уже шесть лет. С первого ноября вот мы как раз отметили свой день рождения, шесть лет, с десятого года. Денег много заработали? Нет, мы работаем не только ради денег. Понятно, что мы получаем зарплату, но не большую часть, но значительную часть наших доходов мы тратим на социальные проекты. Понятно. Хорошо. Я предлагаю сейчас посмотреть. Мы сняли небольшой, но мне кажется, очень такой точный сюжет о системе социального предпринимательства в Польше. У наших соседей в этой стране даже есть специальный закон о социальных кооперативах. И согласно этого закона для этих предприятий созданы специальные условия. Сразу оговорюсь, они не тепличны, вот что называется, для всех. То есть не может каждый человек назвать себя таким, знаете, социальным предпринимателем и заниматься. Эти социальные кооперативы в первую очередь рассчитаны на тех, кто не может долго найти работу, кто имеет какие-то проблемы, не может переквалифицироваться, кто имел проблемы с алкоголем, есть и такое, да, кто имеет проблемы просто, знаете, с местом жительства, в котором, ну вот так бывает, бывают такие города, моногорода, где невозможно человеку найти работу по специальности, а на переезд тоже не хватает денег. Но всем этим, за всеми этими аспектами беспокоится польское государство. Именно для этого там развивается социальное предпринимательство. Подробности в нашем сюжете. Маленький польский городок Бычина на севере Апольского воеводства. Здесь живет всего 3,5 тысячи людей. Но город известен по всей Польше. Не в последнюю очередь, благодаря ежегодным рыцарским турнирам. Их проводят в средневековом рыцарском дворе. Правда, сама деревянная крепость не такая уже старая. Ее построили в 2007 году энтузиасты Апольского рыцарского братства. А все началось с идеи, рассказывает руководитель проекта Анджей Кощук. В нашей местности есть много самых разных специалистов, но не очень хорошо с работой. И мы с друзьями придумали, что построим такой рыцарский двор. И каждый здесь найдет себе дело. Крепость открыта круглый год. Но больше всего людей здесь с апреля по сентябрь. На рыцарские турниры съезжаются представители братств. И не только из Польши. И, конечно, сюда регулярно на экскурсии приезжают дети. А на каникулах – даже на несколько недель. В летний лагерь. Здесь ребята могут узнать, как на самом деле жили люди в средневековье. Писали гусиным пером, делали бумагу своими руками, плели канаты, лепили посуду из глины и управлялись с ткацким станком. Рубили дрова и готовили еду на огне. А еще стреляли из лука, метали копья. И ездили верхом. У нас тут интересно тем, что народ живет такой обычной жизнью, как в средневековье. И все это в средневековье было. И борьба, и письмо гусиными перьями, и изготовление свечей, и кузнечное дело. И это намного интереснее, чем прийти в музей и просто смотреть на экспозицию. Но не менее интересно, что рыцарский двор в Бычине – это не частное предприятие, а социальный кооператив, учредители которого – местное самоуправление города и общественная организация «Опольское рыцарское братство». Социальные кооперативы в Польше поддерживаются государством. Главная задача не прибыль, а создание постоянных рабочих мест для тех, кому было сложно трудоустроиться, людям в возрасте, имеющим проблемы со здоровьем или с алкоголем, но желающие от них избавиться, а также для тех, кто долгое время вообще не работал. Дотация государства на создание рабочего места в социальном кооперативе – 24 тысячи злотых. Это почти 6 тысяч евро. Деньги даются безвозвратно. Главное условие – рабочее место должно сохраняться в течение года. У нас работают самые разные люди. Есть опытный бухгалтер, офицер на пенсии. Есть тот, у кого ухудшилось здоровье, потому что он был веселым человеком и пил. Есть такой, кто 4 года не работал, потому что не было работы по специальности. Есть то, что через 4 года не работал, потому что не было работы. Социальные кооперативы – ощутимая поддержка государства для людей в регионах, удаленных от больших городов. Например, в Бычине целых 7 социальных кооперативов. И они сотрудничают друг с другом. У нас самые разные кооперативы. Один – это кафе. Другой занимается производством мебели и изделий из дерева. Есть кооператив, который ведет обучение в детском саду. А еще один – поддерживая чистоту и порядок в лесах. Ну а наш кооператив занимается привлечением туристов в город. Помимо государственных дотаций на создание рабочих мест, у социальных кооперативов есть еще одна преференция. Они могут выполнять самые разные услуги для города – от уборки и благоустройства улиц до управления рынком или центром туристической информации. И получать за эти работы деньги из местного бюджета. Можлы вовсе. Город Бычина. Польша. Вы смотрите программу «Можлы вовсе». С вами Александр Янковский. А в нашей студии вот такой человек, который занимается социальным предпринимательством в Украине – Юлия Жерлицына. Юлия, на ваш взгляд, вы наверняка знакомились тоже с опытом разных европейских стран по социальному предпринимательству. Мы пришли в социальное предпринимательство, можно сказать, случайно, потому что наша организация рождалась, зарождалась, как сообщество мам. Потому что начинали мы как мамы, которые хотели развивать своих детей. И поскольку мы начали сотрудничать потом с Центром социальных служб Подольского района, мы зарегистрировали молодежно-общественную организацию. И в сотрудничестве уже с Центром социальных служб начали проводить социальные мероприятия разного направления. То есть на данный момент мы проводим и мероприятия для детей, и мероприятия для родителей, и мастер-классы, и организовываем праздники на районном и городском уровне. Поэтому сказать, что мы начинались как социальное предпринимательство… Нет, да, но вы к этому пришли. Мы к этому пришли. Хорошо, тогда так. Вот теперь, если мы говорим про социальное предпринимательство в Украине, на ваш взгляд, для чего нужно социальное предпринимательство в нашей стране? Вот в Польше, например, оно делается для того, чтобы решить проблему занятости в тех местностях, где у людей нет возможности устроиться на работу. Им говорят, вот мы вам дадим деньги, ну вы сами себе придумайте, чем вы будете заниматься. Причем не просто заниматься, вы будете себе зарабатывать на жизнь. А как в Украине с этим обстоит дело? Ну смотрите, на законодательном уровне нет определения «социальный предприниматель». То есть есть как бы два направления, можно выделить два направления социальных предпринимателей. То есть одни – это те, которые занимаются исключительно социальной работой, то есть помогают, ну допустим, алкоголикам, наркозависимым и другим верствам. Слоям населения, да? Слоям населения, да. Людям, у которых есть проблемы. Есть проблемы, да, то есть малообеспеченным и так далее. И другая категория предпринимателей – это те, которые часть своего дохода отдают добровольно тем или иным способом на какие-то проекты, которые помогают, опять же, тем же самым незащищенным слоям населения. То есть по большому счету вот таких социальных кооперативов, которые бы решали в Украине проблему именно нехватки рабочих мест и дать каким-то образом людям зарабатывать деньги, в Украине просто нет, можно так сказать. Нет, ну почему же, а есть организации, безусловно, но они никакого отношения к государству, как правило, не имеют. То есть это в основном общественные организации, волонтерские организации и так далее. С другой стороны, есть предприниматели, которые помогают таким организациям, но социальных кооперативов, таких, как вот мы видели в сюжете, ну, по крайней мере, я о них не знаю, к сожалению. Вы знаете, я очень удивился, потому что в этом городе работает семь социальных кооперативов, и когда мы спрашивали у одной из руководительниц одного из семи кооперативов, зачем вам как бы это надо, она говорила, ну как же. Ну, потому что если, допустим, мой сосед, он не будет работать, ну, условно сосед, да, это может там человек и дальше жить, а у него потом возникнет там, не знаю, тяга к алкоголю, да, это значит, что мои дети будут жить в таком городе, где будет не очень благоприятная ситуация. А не дай бог, он еще там какие-то будут тяги у него к преступлениям. И именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы не заработать как можно денег больше для себя уехать отсюда, а сделать вот эту социальную среду, в которой мы живем, мы все живем, какой-то более однородной, равномерной, чтобы у всех была возможность заработать. Я когда смотрю на украинские условия, я не вижу такого желания, чтобы... Ну, нет, почему? Вот вы знаете, мы... Нет, нет, я не про людей, не про людей. Я говорю сейчас вот, ну, и тут понятно, тогда есть поддержка государства. Я не вижу со стороны украинского государства такой поддержки. Или она не нужна? Нет, ну, нужна безусловно. Что касается нашей организации, то нам, можно сказать, повезло в этом плане, потому что мы сотрудничаем с государственными органами. У нас хорошее отношение с Подольской районной администрацией города Киева, с Центром социальных служб, про которых я вам говорила, с Центром клубов Подол... Ну, то есть так как мы территориально располагаемся в основном в Подольском районе, то, соответственно, с госорганами Подольского района мы и сотрудничаем. Давайте так, вот чем вы занимаетесь конкретно? Да, вот если мы сейчас будем говорить именно про социальное предпринимательство, то есть сколько вам удалось человек, ну, скольким людям удалось дать работу, да, и чем они занимаются? Мы не даем работу как таковую. Мы, наша деятельность, так как я вам говорила, мы зарождались, наша организация, как сообщество мам для детей, поэтому наша деятельность так или иначе связана с детьми и с их родителями. То есть что мы делаем? Сами либо вместе с нашими партнерами мы организовываем праздники, которые обучающие праздники, семинары, фестивали для родителей и для детей. Например, с общественной организацией Ассоциация Осознанного Родительства, вот буквально две недели назад на выходных у нас проходили семинары, открытые семинары для родителей, куда родители могли прийти, пообщаться с психологами, послушать для себя лекции какие-то, поучаствовать в мастер-классе, то есть пока родители занимались своим самообразованием, дети занимались тоже своей программой. Где вы берете деньги на такую деятельность? Ну, нам помогают сенестры, нам помогают партнеры, спонсоров как таковых у нас нету, но у нас есть кружки, на которые ходят дети, у нас есть родители, которые вносят благотворительные взносы, с этих денег мы платим зарплату нашим преподавателям, которые у нас работают, и какие-то деньги необходимые, которые идут уже непосредственно на социальные какие-то проекты. Угу. Смотрите, еще один момент. Вот опять-таки, если мы возьмем пример этот Польши, опыт Польши, да, там вот социальные кооперативы, которые имеют особый статус, они имеют право также вне конкурса получать финансирование от городских властей на выполнение тех или иных функций. Условно, да, то есть это может быть уборка улиц, это может быть обустройство рынка, да, и там приведение порядок, вообще слежение за рынком, это может быть благоустройство территории города, это может быть там поддержание порядка в лесу. На ваш взгляд, есть ли вот такой потенциал у украинцев, а если есть, то почему его не используют? Потенциал, конечно, есть, и мы над этим работаем. Ну, есть очень много перепон таких со стороны государства, потому что с государством всегда достаточно сложно работать, потому что есть строгие рамки, за которые выходить ни вправо, ни влево нельзя. Законодательство не успевает обновляться, соответственно, ситуации, которые существуют сейчас в государстве. И поэтому шаг вправо, шаг влево уже как бы считается неправильно, и государство не идет в этом плане навстречу. А скажите, вы обращались к кому-либо из законодателей, законотворцев, да, для того, что вот, ну, с таким обращением, может быть, не вы, может быть, другие представители общественных организаций говорили, что вот нам для того, чтобы развивать социальное предпринимательство, необходимо изменить законы. И вот, например, таким образом. Ну, я знаю, что есть организации, которые именно этим занимаются. Мы в силу своей особенности, своей деятельности, то есть она не направлена конкретно на решение законодательных каких-то задач, мы занимаемся конкретной деятельностью по развитию, по обучению детей и их родителей. Поэтому конкретно мы не обращались, но мы, есть у нас партнерские организации, которые занимаются этим. Например, у моего сына в классе есть девочка, у которой мама, Аня Карашевская, она начала такую инициативу по, ну, казалось бы, это не совсем социальное предпринимательство, да, но очень важная вещь, когда в реанимацию к детям не пускают родителей. Вот, то есть она дошла до министра вместе со своей инициативной группой, и сейчас в этом плане есть позитивные сдвиги. То есть есть общественные, в основном это общественные волонтерские организации, которые пытаются поменять тем или иным способом законодательства, в том числе и касательно социального предпринимательства. Понятно. Вы смотрите программу «Можли вовсе». Сейчас мы вместе с вами побываем на одном из таких вот примеров, ярких примеров киевского социального предпринимательства, хотя, конечно, нет такого статуса в Украине, но это пиццерия ветерана. Ее организовали бывшие участники антитеррористической операции, наши военные, которые после демобилизации поняли, что никто о них так особо заботиться в государстве не будет, если они сами не возьмут свою жизнь в свои собственные руки. Смотрим. На кухне работа кипит. В умелых руках тесто набирает форму и превращается в пиццу. Но от того факта, кто именно делает итальянское блюдо, оно становится в сто раз вкуснее. Нет, это не заграничные повара. Это ветераны АТО. «Побачил пост на фейсбуке и решил попробовать, что набирают в пиццерию АТОшников. Ну, я не кулинар, как так сказать, но решил попробовать, навчил, и уже скоро буду речницей, как тут працюю». Ребята делятся секретами приготовления пиццы. «С них достается тесто. На тот стол относится, раскатывается, налаживаются ингредиенты. В печку, в печке на досточку, режется зал гостям». Это пиццерия ветеранов Киеве. Один из самых удачных проектов по трудоустройству участников АТО. Его создатель сам воевал на Донбассе. После демобилизации решил создать пиццерию и привлечь к работе коллег-ветеранов. «Сначала я пошел в центр занятости и стал на учет по предпринимательской деятельности. Там я прошел трехнедельное обучение, которое может пройти любой гражданин нашей страны, у меня отошник, мне отошник, все равно, по тому, как правильно создавать бизнес-план. Там я ходил на пары, у меня было 4 пары в день, то есть 5 дней в неделю мы учились. По окончании у меня был шаблон того, каким я вижу свой бизнес-план, какой я вижу свою пиццерию. Потом у меня есть один знакомый, он из Соединенных Штатов Америки, и он начал мне помогать в плане детализации бизнес-плана». Пиццерия становится популярнее. Сюда ходят не только обычные посетители, но и участники АТО. Леонид также занимается благотворительностью. Бывших бойцов он лично обучает мастерству приготовления пиццы. Говорит, они обучаются легко. Сотрудничает пиццерия и с другими фирмами, владельцами которых являются участники боевых действий на востоке страны. «У нас есть раздел, называется «Бизнес в отраньев». Я собирал этих ребят просто для того, чтобы помочь им немного в рекламе. Они скидывали свои логотипы, скидывали ссылки на свои страницы. Это те ребята, которые не просто занимаются бизнесом. У них по-любому небольшая часть идет на благотворительность. Они там отдают приоритет в трудоустройстве для ветеранов». Леонид говорит, все реально, и чтобы достичь результатов, нужно одно. «Поднять жопу и что-то делать. Все просто». Чтобы вернуть бойцов к мирной жизни, все больше предпринимателей создают рабочие места именно для ветеранов АТО. А в службе занятости предлагают пройти курсы для предпринимателей и даже получить от государства минимальный стартовый капитал для своего дела. Можлы вовсе, Киев. Вы смотрите программу «Можлы вовсе». С вами Александр Ленковский. Сегодня говорим о социальном предпринимательстве. В нашей студии Юлия Жерлицына, директор молодежной общественной организации «Вулак-Идэй». Юлия, скажите, вот о вами-то что руководило, когда вы начинали заниматься социальным предпринимательством? Большое желание помогать на самом деле, потому что когда ты помогаешь другим, неважно в каком виде помощь это оказывается, такое внутреннее чувство, как будто ты делаешь важное и нужное дело. И не просто, ну то есть изменить весь мир нельзя, правда? Но надо стараться. Да даже можно не стараться. Но дело в том, что изменить весь мир сразу не получится. Но когда ты делаешь какую-то, пусть даже адресную маленькую помощь, здесь, здесь, здесь и здесь, получается, что ты вот вокруг себя уже меняешь пространство, а оно меняется уже потом в больших масштабах. Сейчас у нас, что из таких благотворительных проектов, которые есть у нас в нашей организации сейчас, ну кроме сбора батареек, крышечек и всего остального, макулатуру мы собираем, сдаём, то есть таким образом немножечко помогаем в экологическом вопросе. Мы собираем вещи, игрушки, одежду, книжки для детей. Когда у нас работал центр на Фроловской, помогая переселенцам, то мы возили туда. Сейчас они немножко переформатировали свою работу. И у нас есть тоже наша партнёрская организация «Надийный тыл», которые помогают детям и взрослым в зоне АТО. То мы сейчас то, что мы собираем, им передаём, они сортируют, перебирают и уже адресно возят в Луганск, в Донецкую область тем, кому необходимо это. Каким образом, на ваш взгляд, вы привлекаете детей к этим всем акциям? Или это только родители? Безусловно. В прошлом году, расскажу вам, у нас есть партнёры, тоже наш ГО «Вартовый Ноградар», которым мы передаём отработанные батарейки. И что они потом с ними делают? Что они делают, они их отправляют на переработку. Расскажу вам, как наши дети в этом участвуют. Так как мы объявили по нашим центрам, что мы собираем батарейки и участвуем в конкурсе, в конце прошлого года группа детей, мы в нём приняли активное участие и не победили, но 5 наших детей поехали на экскурсию на мусороперерабатывающий завод. То есть они собственными глазами увидели, куда идёт, сколько мусора, как его перерабатывают, какие есть там, там не мусороперерабатывающий, а мусоросортирующий завод. То есть своими собственными глазами увидели, насколько это важно. Чтобы был раздельный сбор мусора. Да, дома мы раздельно собираем. У нас есть отдельный пакет с пищевыми отходами, есть отдельный пакет, мы называем это сухой мусор, куда мы собираем всё, что не идёт в пищевые отходы, и потом в специальные контейнеры это складываем. Ну, опять же, отдельно макулатура, батарейки, крышечки у нас идёт вообще по отдельным пакетикам. Собираем, потом сдаём, ну вот, либо варту винограды им, либо крышечки у нас есть, социальная служба наша проводит постоянную акцию, которая у них называется «Корок життя», и мы отвозим им туда крышечки. Скажите, вот если оценивать, просто смотреть с небольшой перспективой за несколько последних лет, отношение людей, даже отношение чиновников вот к таким социальным акциям, оно стало лучше, хуже, не знаю, или точно такой же уровень, как это было раньше? Ну, однозначно могу сказать, что отношение поменялось, это 100%. Если говорить об обычных людях, то поменялось практически кардинально. То есть то, что мы видели, допустим, 5 лет назад, когда мы начинали, очень мало людей вообще понимали, что это такое. Большую часть наших мероприятий, которые мы проводим, мы проводим на волонтёрской основе. То есть наши мамочки, детей, которые ходят к нам заниматься, точно так же принимают очень активное участие во всех наших проектах. Например, расскажу вам, есть у нас такая акция, мы тоже с нашими партнёрами участвуем, вяжем осьминожков для деток, которые родились раньше срока. Потому что есть такая голландская организация международная, которая пришла к выводу о том, что если вот этим маленьким, ещё только-только рождённым деткам класть этого осьминожка, они начинают играть пальчиками с щупальцами, не дёргают проводки и развиваются быстрее. И так как они провода не трогают, то, соответственно, нет никакой опасности. Наши мамы очень откликнулись на наш призыв помогать. Мы навязали, мы не пересчитывали, но около ста осьминожек навязали. Мы передаём, опять же, партнёрам, они рассылают тем, кому это нужно. То есть отношение обычных людей поменялось кардинально. Отношение чиновников? Отношение чиновников скорее стало более спокойным, более понимающим. То есть с социальной службой мы активно работаем, то есть они нам предлагают разные социальные проекты, в которых мы принимаем участие. Мы им помогаем в каких-то проектах сами, как вот с крышечками и со всем остальным. Если брать чиновников более высшего ранга, то скорее появилось более понимающее отношение. То есть если раньше можно было стучаться в закрытые двери очень долго, то сейчас нас готовы выслушивать. Помогать, не помогать – это уже как бы второй вопрос, но, по крайней мере, откликаются на то, чтобы выслушать, понять и вникнуть в наши вот эти проекты. Понятно. Юля, и, наверное, в завершении нашей беседы такой бы я вам бы задал вопрос. А вот кем вы себя видите, я не знаю, через пять лет, вот если мы говорим сейчас о социальном предпринимательстве? Что бы вам хотелось построить в этой жизни? Ну, в жизни – это очень долго, да? Давайте не говорите о том. Нет, 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 вот построить в этой жизни, имеется в виду построить вот сейчас, да, вот просто вот в этих условиях. Кого обеспечить работой, да? Что вот какая структура вам видится? Относительно работы, скажу вам, что некоторое время назад, вот месяц назад, мы получили грант от британской организации, Хера Грант называется, она – это женская организация. Они закупили нам машинки швейные, и сейчас из ближайших проектов у нас открыть ателье, для того, чтобы как раз дать работу женщинам. То есть на что направлен грант? На то, чтобы давать женщинам работу в Украине, для того, чтобы они потенциально не выезжали за границу, не искали там лучшей жизни, и не попадали там в сексуальное рабство. То есть сейчас вот мы машинки получили, где мы будем открывать своё ателье и привлекать на работу, как раз вот давать работу женщинам, для того, чтобы они могли себя реализовать. Так у вас гораздо раньше это всё произойдёт, чем через пять лет. Это да, это я говорю про ближайшие планы. А вообще у нас есть большая мечта, мы хотим открыть свою школу. Школу альтернативного обучения, ну как альтернативного, другого обучения, не такого, как сейчас вот в государственных школах, для того, чтобы дети хотели идти в школу, могли там свободно обучаться, и для того, чтобы это, самое главное, чтобы это им было интересно. Понятно. Спасибо. Юлия Жирлицына, директор молодёжной общественной организации Вулакидэй, была гостьей нашей студии. Вы смотрели программу «Можлы вовсе». До встречи на этом же самом-самом тёплом крымском канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова